Впрочем, пока что многочисленные борцы с коррупцией не могут похвастаться успехами в проверках электронных деклараций. В системе уже более 500 тысяч документов. Каждой сутки регистрируется еще несколько десятков тысяч человек. А к 1 апреля в единый госреестр деклараций должны подать свои данные почти полтора миллиона человек. Но почему до сих пор не проверили даже топ чиновников? И как долго некоторые декларации будут засекреченными, выясняла Елена Митясова. Не мое, жены, сестры, тещи. Машину знакомый дал покататься. Дорогие часы, драгоценности, картины презентовал сердечный друг. Декларации чиновников словно виртуальная роскошная реальность. По документам бедные церковные мыши наяву богачи. А скажите, пожалуйста, это ваш дом? Нет. Нет? А что вы там делаете? Это передачная новая дверь. Что, что? Передачная новая дверь. Это первый зам главы СБУ Павел Димчина. Руководитель главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Если верить его последней бумажной декларации, живет Димчина в ведомственном общежитии на одну зарплату. За душой ни сбережений, ни личного автомобиля, ни квартиры. Но журналисты громадского выяснили, это не так. Скромного чиновника застали врасплох возле загородного имения. Ага, понятно. А тот, кто с ними живет, за какие деньги его продавал? Когда я посмотрела его декларацию, мы просто были вражены, потому что человек в статусе генерал-майора, в статусе первого заступника СБУ не имеет вообще ничего. Выйти на след роскошной жизни первого зама СБУ журналисты смогли благодаря фотографиям племянницы его гражданской жены. Девушка селфилась на фоне дорогих интерьеров. В кадр попало название жилищного комплекса. Но удивительно, в этой истории другое, говорит Евгения Матаревская. Дом, в котором живет семья Димчины, не внесен в реестр имущественных прав. То есть установить официально его владельца нельзя. Конечно, можно предположить, что имение купила гражданская жена силовика на кровно заработанные. А еще четыре автомобиля, два из которых премиум-класса. Но это вряд ли сомневаются журналисты. На сегодняшний день она не имеет какого-то успешного бизнеса. Она не етоп-менеджером какой-то успешной компании. То есть в ней так само не имеет джерел дохода, чтобы купить дорогие автовки, жить в роскошном маятке. Потянуть такую роскошь не по карману самому зам главе СБУ. Его официальная зарплата 18 тысяч гривен в месяц. Обнаруженное добро тянет на миллионы. Я уверен, что он имеет тянетые доходы. И, конечно, в тот способ, как он живет, какие доходы имеет его родина, которую он не декорирует и не афиширует. Он безусловно причетен к направлениям, где есть перераспредел бизнеса, где есть напады на компании, которые занимаются бизнесом. Откуда у семьи Демчины доходы, проверит НАБУ нардепы. Уже обратились с такой просьбой ведомства. Впрочем, и у самого силовика к антикоррупционерам встречное предложение. Открыть уголовное дело и проверить информацию, опубликованную о нем в СМИ, на достоверность. Комментировать, что либо журналистам замглавы СБУ пока отказываются. Похоже, из загородного дома пришлось съехать. Случай с Павлом Демчиной скорее исключение и результат журналистского расследования. Ведь узнать, как живут и сколько зарабатывают СБУшники невозможно. Ведомство добилось право не обнародовать электронные декларации своих сотрудников. И даже зарплата их уборщиц под грифом «секретно». Они засекретили информацию, которая уже до того была публичной. То есть декларации паперов и руководство СБУ были и есть в открытом доступе. Но они решили их засекретить, что в принципе абсурдно. Более того, говорит юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан, СБУ в обход закона разработала свою внутреннюю систему декларирования. До этой системы нет доступа. И не можно понять, что все подали декларации, что подали они их в належную форму, что никто не сбрехал в этой декларации. То есть проверить, даже национальное агентство, прямая функция, которую проверяют эти декларации, не может сегодня это сделать. Центр противодействия коррупции даже иск в суд подал против НАПК и СБУ. Но если к роскоши топ-политиков украинцы начали привыкать с ноября, то теперь настал черед удивлять обычных рядовых чиновников. Мы ожидаем, что приблизительно 1 миллион посадовцев разных уровней по всей Украине мают до 1 квитня подать свои электронные декларации. А пока время че не настало, золотая лихорадка продолжает косить ряды украинских чиновников. Золотой батон, золотой унитаз, а теперь еще у директора госпредприятия нашли золотую раковину. Владелец драгоценного умывальника, руководитель Днепровского завода электровозостроения Александр Зельдин. Прокуратура заподозрила его в хищении 3 миллионов бюджетных гривен. Чиновник якобы перечислил их в бумажной фабрике за ремонт электродвигателей. При этом в бумажной фабрике на ремонт электровозов и подобного оборудования в принципе нет профиля деятельности и подобных договоров он никогда не выполнял. Ну а дальше традиционная схема. После предъявления подозрения директор резко занемог и ушел на больничный. На работе не появлялся, дома его тоже нет. А мы бы хотели поговорить с Александром Генриховичем. Его нет. А где он? Я должна вам на этот вопрос отвечать? Но дело с чиновником, похоже, спускают на тормозах. До сегодняшнего дня Зельдину так и не избрали меру пресечения. Сколько еще такой золотой сантехники можно найти в квартирах госчиновников? И где гарантии, что все нажитое непосильным трудом они честно задекларируют? Ведь чтобы доказать неправдивость обнародованных данных, нужно провести целое расследование. Станом на сегодня таких криминальных проведений 34. 15 из них стосуются служителей ФМИДы, 8 стосуются народных обранцов, решта стосуются так само высокопосадовцев. Накажут ли кого-то или по традиции все замут, пока ясно одно. Бескровная война с коррупцией растянется на долгие годы. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Елена Миндалюк и Богдан Вербицкий. Подробности недели. Телеканал Интер.